и снова привет привет дорогие виноградари всем кому интересно все что связано с виноградом с вами снова питомник привитых виноградных саженцев виноград одесса и мы начинаем в этом видео я продолжаю обзор с нашего закрытого грунта последовательно показывая все что у нас созревает в 2023 году вслед за очень ультра ранними начинают уже созревать тоже достаточно ранние сорта в некоторые из них не попали в предыдущий обзор по причине недобора сахара сейчас они уже готовы в конце видео как я обещал сделаем розыгрыш сорта которые вы увидите в этом видео были сняты в течение 5 7 дней 17 по 25 июля и все составляют примерно 93 100 дней от начала распускания почек у меня как всегда все по алфавиту чтоб не было обидно нашему винограду сортов как для одного видео достаточно много поэтому начнем первое кому я подхожу так это каюте не помню оригинатора сорта скорее всего это павловский у нас она уже растет 6 лет аюта попадала в наши обзоры ультральных сортов кажется два года назад держим ее из-за отличного мускатного вкуса и иногда крупных ягод у нас гроздей рекордсменов на аюте никогда не было но размеры ягод среди ранних темных сортов достаточно крупные ягоды тоже не вянет не гниет не трескается и висит на кустах до последние съедобные ягодки видел огромные до двух килограмм грозди с хорошей урожайностью наших коллег виноградарей а это значит что мы еще не разгадали секреты по выращиванию аюты информации на просторах интернета по аюту достаточно много поэтому можете сравнивать ее и изучать этот виноград следующая у меня в списке белоснежка форма калунина виноград не крупный как мы привыкли но всегда найдет своего почитателя интересно что даже переспешим состоянии ягода массово не буреет вот сейчас уже начала желтеть хотя еще можно было ее снимать пять дней назад и цвет при этом был молочно-салатовый у белоснежки именно в таком состоянии уже начинает проявляться ненавязчивый легкий мускат при этом практически отсутствует кислотность отличает ее от многих других сортов и форм то что у нее вытянутые грозди до 30 35 сантиметров и как раз на белоснежке я обратил внимание на то что на заднем фоне у нас постоянно работает сирена а воздушной тревоги так вот послушайте в моменте как спеет виноград во время войны в пригороде одессы идем дальше сейчас мы видим борис фен это форма калугина виктора михаловича очень ярко выделяется у нас на виноградники средние грозди получились 600 700 грамм ягоды тоже среднего размера хорошая вытянутая ягодка длиной до 4 сантиметров в этом узоре также будет форма индиго чем-то схожа по цвету ягода у борисфена более заостренная при съедании ягоды мякоть плотная ближе к хрустящей кожица приятно съедаемая косточка на такой по размере ягоде слабо чувствуется иногда даже ближе схожа к рудименту для первого плодоношения очень хороший результат куст при этом мощно разросся думаю что на следующий год мы добавим еще одну плоскость для дополнительных рукавов и соответственно для увеличения урожайности дженнифер эту красавицу создал бурдак александр васильевич прошлом году маленькая недоразвитая грозочка у нас была думала очередной пшик и не взяла ее во внимание но мы никогда не делаем скоропостижных выводов и даем всегда шанс каждой форме и в этот раз дженнифер удивила что документировать виноград красивый мякоть реально хрустящая смотрите мы сформировали уже наш прайс и после просмотра наших обзоров при желании вы всегда в нашем каталоге можете найти равнозаменяемые сорта друг другу пример между зоренькой и дженнифер разница созревания в принципе до недели если закончится у нас зоренькой или наоборот дженнифер вы можете взять ту или иную в принципе довольно заменяемые формы тем более у дженнифер с горошением в этом сезоне не было никаких проблем с болячками я ее не замечал в этом обзоре одна из самых ярких форм смотрите до момента съема большая часть ложи уже вызрела следующее у меня идет по алфавиту дынька была у нас однажды в обзоре и по наблюдениям за четыре года остается нашим любимчиком любит короткую обрезку до 4 почек и те кто так делал получили крутые результаты мы не учли этот фактор и вот вам результат хотя цветовые вкусовые характеристики отличные форму вывел пысанка олег михайлович присущим ему почерком я имею ввиду очередная форма с функционально женским типом цветка поэтому для дыньки не все места подойдут дынька очень чувствительна к опылению не любит сухие и безветренные места как у нас поэтому она у нас в закрытом грунте нестабильная я специально в этот же день заснял дыньку у нас с открытого грунта в этом году в принципе разница будет 15-20 дней здесь была короткая обрезка на кордоне и видно что здесь будут хорошие грозди но уверен на зелень мало кому интересно из вас смотреть поэтому в архиве я нашел видео с прошлого года дынька двадцать втором году с нашего открытого грунта видите есть еще легкий горох это влияние пылителя но в целом очень симпатичное состояние ягода у дыньки типа подсушенная довольно такая плотная среднем переуплотненной грозди ягоды внутри остаются целыми если правильно грозди осветлить то приобретает ярко малиновый цвет в общем дынька это сорт для открытого грунта иногда выдает отличные грозди с вкусовыми и товарными показателями далее идем у нас будет журавчик вишневый эта форма голуба сам селекционер рекомендовал переводить его форму на сильнорослые подвое но мы это практически со всеми сортами и делаем журавчик всегда будет ярким сортом на вашем участке в нем самое главное эта форма и цвет ягоды в категорию журавчику розовому по схожести попал и дубовский розовый мы же ставку свое время сделали на дубовский розовый и вот уже третий сезон подряд сравниваем их скажу что по размеру веса ягоды журавчик немного уступает но имеет более заостренную форму ягоды и это придает ему более интересную оригинальность во вкусе муската нет но по сахару он слажет дубовского розового ягод в ягоде более хрустящие с нетипичными фруктовыми тонами наши покупатели говорят что он даже не боится солнечных ожогов и довольно устойчивый к грибковым заболеваниям переходим к следующей форме это индиго не помню кто вывел форму но индиго расположился у нас по соседству с модницей о ней немного расскажу позже у индиго хорошая крупная ягода где-то поболее чем у дыньки грозди большие вытянутые в длину достаточно рыхлые но как для двухлетнего кустика неплохо завязалась вкусовые качества интересны виноград на день съемки 22 июля был ближе к кисло-сладкому информации по индиго мало о выводах еще говорить рановато заметил что эта форма предрасположена к образованию пасанкового урожая что как по мне делает форму более привлекательной для любительского виноградника представляете как будет радоваться семья когда вы спустя месяц снова угостите ее виноградом с одного и того же куста в принципе форма с такой ягодой и цветом и такие что главное сроки довольно заметно скажу здесь что все это пока интересно обсуждать пока не будет готов созреванию аватар а он выглядит сейчас примерно вот так после индиго переходим к ласточке эта форма павловского растет у нас уже 6 лет особенность ее в том что она раньше всех набирает окрас но сахар при этом набирает медленно но все равно у нас до прошлого сезона она была в лидерах вместе с ромбиком и шарадой и всегда была первая но в этом сезоне ее обошли некоторые темные сорта с прошлого видео если сравнивать со схожими ромбиком и атосом ласточка будет в наших условиях получше так как стабильнее и имеет грозди и товарность ласточка никогда не была сверх урожайной но мы всегда подъедаем сами так как висит на кустах не портись до полтора месяца ливи ультра это гибридная форма винограда голуба каждая ягодка имеет приличный вес от 15 до 18 грамм цвет ягоды темно-красный само название приводит к ассоциации с известной ливией но это совсем не так это разные сорта ливи ультра ранее и действительно раньше созревает чем ливия она имеет очень мясистую с необычным вкусом мякоть кожица ягод прочная но не отличается грубостью или жесткостью поэтому при съедании ягода в целом кожица смешивается с мякотью и довольно съедобная получается консистенция данный сорт также можно охарактеризовать как сладкий и сочный с мускатным ароматом и виноградным вкусом очень красивые кисти и ягоды украсят колец любого винограда так дальше иду по винограднику и подхожу к форме магнат это форма капелюшного на рынке она достаточно давно но в течение 10 лет я особо не наблюдал что кто-то ее массово культивировал но нам приглянулось после того как мы наткнулись на яркие фото гибридной формы магнат мы также захотели себе такую красоту так вот сейчас у нас первое плодоношение и хотя магнат уже готов к снятию с куста но желанного цвета мы так и не увидели только-только некоторые ягодки на солнечной стороне начинают розоветь не знаю дождемся ли мы ярко-желтого розового цвета или нет но клиенты ждать не будут и цена на ягоду с каждой новой неделей будет меньше идем дальше вот сворачиваем в новый ряд и это у нас модница форма Калугина Виктора Михайловича друзья вы не думайте что вы одни в этом мире кто хочет приобрести крутой виноград и это у вас не всегда получается мы тоже увидели вот такую фотографию с подписью модница в интернете и тоже захотели у себя в коллекции иметь такой же красивый схожий виноград по характеристикам в принципе как на белый аватар видите с такой ямочкой в торце ягоды конечно же мы приобрели свою коллекцию эту форму и я вам хочу показать что по факту у нас получилось здесь у нас растут два кустика подряд между кустиками в ряду полтора метра это первое плодоношение грозей крупных у нас в этом году нет видите все они такие средние до полукилограмма весе и сами ягоды никак не схожи по форме на ягоды аватара но уверен что в открытом грунте окрас ягоды проявится по-другому видно что верхняя половина ягоды принимает желтообразный окрас да и отдельные ягоды в грозе порозовели но хочу сказать что именно те которые ягоды порозовели они уже переспевшие гороха совсем нет на таком количестве ягод это четко просматривается и делает форму очень нарядную также рекомендую всем идем дальше по нашему винограднику и попадаем мы на форму памяти буйненко это тоже форма павловского приобретали эту форму в первую очередь из-за ребристой ягоды которая без каких-либо обработок разделялась на образно таких четыре сегмента и у нас два года назад такая история тоже была в этом же году принципе ягода получилась стандартно привычная для всех правильной формы до ягоды крупные слабо овальные или круглые красно-фиолетового цвета покрыты густым воском или пруином средней массой тоже довольно такой приличный 15-17 грамм мякотью ягод хрустящая с мускатным ароматом кожица средней плотности и сами грозди в этом году выглядит получше чем два года назад переходим к одному из самых известных и проверенных форм это ромбик тоже о нем много уже проговорено и сказано и у многих он растет напомню что ромбик тоже вывел павловский который для вывода ранних сортов активно использовал супер экстру в родительской паре как и в юте так и в ромбике супер экстра вывела эти сортов лидеры по срокам созревания у нас супер экстра здесь нет но раньше была и она всегда горошила так вот в наших условиях ромбик всегда получается с рваными и не очень привлекательными гроздьями вкус у ромбика сортовой виноградный как для меня достаточно простой но в то же самое время ромбик многие полюбили виноградаре также он растет у многих промышленников на больших насаждений снежок это форма голуба название у снежка подразумевает увидеть какой-то белый виноград а на самом деле все неожиданно приятно это первое у нас плодоношение и сразу такая яркая позиция с довольно крупной ягодкой 13-15 грамм в среднем не напоминает чем-то софию по вкусу но сроки совсем другие но то все-таки более заостренная сейчас уже виноград сладкий сама мякоть плотно мясисто-сочная но без муската с очень приятной освежающей кислинкой шкурка при этом тоненькая приятная при съедании видно что ягода еще будут добирать в окрасе но не знаю додержим мы ее или нет покупатель уже хочет ее забирать также обратите внимание на эту форму проходим дальше по винограднику подходим мы к гибридной форме соломия вывел ее загорулька мы на эту форму много полагали надежд так как сам оригинатор утверждал то соломия будет по всем характеристикам лучше велеса кстати велеса у нас закрытом грунте нету но есть он на улице поэтому когда придет время мы тоже его подснимем так вот соломия действительно по сроку созревания вкусу обошла велес но по товарности и внешнему виду ягоды и сами грозди будут похуже рудименты в этом году у нас отсутствуют хотя в прошлых годах они были да и сам оригинатор характеризует соломию по классу бессемянности как вторую или третью категорию снимать ее с куста надо пораньше потому что на некоторых ягодах проявляется ржавчина по типу как у столетия соломия всегда завязывает две грозди на побег но в наших условиях вторая грозь всегда перегружает куст и делает непосредственно побеги слабыми то есть соломия требует жесткой нормировки у нас в свое время был выбор какой посадить ранний белый кишмыш и мы свой выбор сделали не на соломеи она кишмыша гелиодоре и мы считаем что мы здесь не прогадали следующая форма это чародейка это форма криволи сергея ивановича было заявлено что форма очень урожайной и имеет очень хорошие товарные характеристики у нас в принципе первое плодоношение говорить пока еще рано но по урожайности в принципе все неплохо это отличная форма сами ягоды по цвету размеру и вкусу схожи с аркадией но грозди в данном случае у чародейки будут порыхлее как по мне это большой плюс потому что с аркадией у нас всегда есть проблемы с серой гнилью из-за переуплотнения гроздей и опять же чародейка на хороших дней 10 раньше аркадии на видео где-то проскальзывают и мало заметны совсем мелкие ягодки которые на внешний вид грозди не влияют но все же это последствия функционального женского типа цвета поэтому надо наблюдать за этой формой и присматриваться и оценивать ее хотя бы на промежутке времени 3-5 лет по урожайной шарада полное название у нее шарада юэй той шарада из украины это форма михаила гречко многие сорта этого селекционера очень популярны а вот шараду честно сказать недооценили хотя она набирает окрас параллельно с подарками святая по вкусу обходя этот подарок не святая но это кто любит необычный пикантный вкус с привкусом шелковицы вкус создает приятная кислотность я такой виноград больше всего люблю чем просто приторно сладкий еще у шарады очень компактные красивые грозди шарада все года была приманка для птиц так как раньше всех красятся экране сорт моем обзоре это форма калугина виктора михайловича шикарный вообще со сроками созревания все неоднозначно сам оригинатор заявляет что шикарный имеет средние сроки созревания но у нас я делаю сравнительный анализ многих сортов снятых на видео и продегустируем их в одном моменте то есть в один период времени виноград выращивается в одинаковых условиях одинаково получает воду удобрения необходимые зеленые процедуры все остальное так вот шикарный готов на уровне признанными ранними сортами такими как ромбик аюта и другими поэтому думаю только когда форма будет широко распространена во многих регионах будет больше информации и более точной информации у нас принципе первое плодоношение на шикарном горошение при этом отсутствует ягоды хорошего размера и веса при дегустировании ягод ягоды подхрустывает набирает высокие сахара форма как вы видите да и как на всех привитых кустах отлично растет и развивается вот на этой ноте а точнее сорте я хотел бы закончить обзор сортов которые входят стадневный срок по созревание хочу всех отметить и поблагодарить что вы пишете свои комментарии под нашими видео но договор есть договор и сейчас в этом фрагменте мы узнаем нашего одного победителя и это у нас будет кто смотрим и так пару секунд поздравляю наш победитель напишите нам на вайбер который всегда есть верхнем углу каждого видео мы не останавливаемся и будем продолжать наши розыгрыши поэтому продолжайте участвовать в них а сейчас я буду прощаться с вами всем до свидания пока пока